МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В учениях была проведена генеральная уборка и тщательная дезинфекция. В школах будут обеспечены все профилактические меры безопасности. Студенты колледжа и техникумов с 9 по 30 ноября переводятся на смешанный тип обучения. Теоретически материалы они будут получать в дистанционном формате, а практические занятия малыми группами будут проходить в очном режиме со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Помимо этого, по всей стране пересмотрели условия лечения больных коронавирусом амбулаторно. До этого момента люди с положительным тестом на COVID-19 и легким течением болезней лечились дома, независимо от условий проживания. Теперь на домашнее лечение останутся только те в квартире, у кого есть отдельная комната для изоляции больного. В случае, если таких условий в доме нет, больной будет отправлен на лечение в стационар. На сегодняшний день в Ярселе на самоизоляции находятся несколько тундровиков. Для того, чтобы обеспечить их горячим питанием, сотрудники Управления молодежной политики организовали для них ежедневную трехразовую доставку еды непосредственно на адреса. Горячий завтрак, обед и ужин готовят сотрудники ресторана-гостиничного комплекса «Елэмд» на ресторанной кухне. Еда упаковывается в специальные пакетики, в боксы. Например, обед у нас состоит из супа, солянка или борщ. Второе – это обязательно какое-то мясо, гарнир, под гарнировочка. Там, допустим, какие-то огурчики или еще что-то. Потом, что там еще? Морс, обязательно морс. Витаминный хороший морс. Вот это вот обед, хороший, сытный обед. Доставкой завтраков, обедов и ужинов по адресам занимаются специалисты Молодежного центра «Импульс» совместно с волонтерами. Ежедневно в 9 утра, в час дня и в 6 часов вечера организовывается автомобиль, на котором еда доставляется самоизолированным гражданам. Кроме того, волонтеры занимаются доставкой лекарств, продуктов питания гражданам, находящимся на самоизоляции. Лично я занималась доставкой еще лекарств от взрослой и детской больницы. Список адресов лекарства предоставляется, транспорт уже свой, либо пешком. Соответственно, список адресов тоже выдает больница. Ввиду опасности заражения коронавирусной инфекцией, доставка производится бесконтактным методом с обязательным использованием защитных перчаток и масок. Волонтеры по прибытию к адресу доставки оставляют пакеты у дверей, после этого граждане сами выходят и забирают. За 10 месяцев текущего года многодетные семьи Ямала приобрели более 8300 билетов по льготному тарифу за 2500 рублей. В прошлом году за аналогичный период авиапассажиров было на 1000 меньше. Программа была рассчитана на детей в возрасте от 2 до 18 лет из многодетных семей, а с текущего года возрастной диапазон расширен до 23 лет. Воспользоваться льготой можно один раз в год при проезде к месту отдыха и обратно, без учета пересадок, до 31 декабря. Льгота распространяется только на авиабилеты, купленные в авиакомпании Ямал. Напомним, с этого года в субсидируемые маршруты включено 5 дополнительных. Самыми востребованными направлениями этого года оказались Салихард-Тюмень, Салихард-Москва и Новый Уренгой-Тюмень. Льготный тариф действует на 33 направления. По данным окружного департамента социальной защиты, 25 тысяч детей из многодетных семей могут воспользоваться этой льготой в текущем году. Билеты доступны на сайте единого перевозчика ямал.аара. В Сиехе за летний период был выполнен большой фронт работ по благоустройству. В рамках программы «Комфортная городская среда» был обустроен один двор по адресу Береговая 5 и 7. Здесь была проведена полная замена дорожного полотна. Установили минимальный перечень объектов благоустройства – урны, скамейки. Помимо этого, в поселке провели работы по капитальному ремонту детской игровой площадки. Такая необходимость возникла ввиду удручающего состояния покрытия. Здесь укрепили фундамент, залили бетонные основания и полностью заменили безопасное покрытие. Каждый год у нас в весенний период, время паводков, испытывали проблемы по водотведению. Мы по периметру уложили железобетонные лотки. И мы полагаем, что в весенний период уже таких проблем не будет. Помимо этого, в Сехе провели работу по капитальному ремонту жилищного фонда. Установили пять пандусов в многоквартирных домах в рамках программы «Доступная среда» для маломобильных групп населения. Была проделана большая работа по ремонту кровли. Некачественное покрытие создавало проблемы в весенний период. В этом году в семи многоквартирных домах обновилась крыша. Также было проведено частичное выравнивание дорожных плит. Последние 3-4 года активно занимаемся уборкой села. Внутри села уже все убрали. Осталось только привлекающей территорией. И, как вы, наверное, помните, в этом году была проведена очень интересная работа. Была у нас эко-социологическая экспедиция под эгидой «Зеленые Арктики». Приезжали волонтеры, скажем так, со всей России. И была на самом деле проведена очень интересная, очень эффективная работа, которая наверняка в перспективе еще и продолжится. В следующем году планируется провести капитальный ремонт футбольного поля с полной заменой покрытия. Также продолжатся ремонтные работы на дорогах поселка.